Многие рассказывают о том, что, типа, зачем вам выбор тяжелой ниши? Зачем вам вообще тяжелая ниша? Нафига вам тяжелая ниша? Берите то, что вам интересно. Не спорю. Финансы – ниша, ну, прям голова зачесалась, очень тяжелая. Я, потому что я работал в нише финансов и продвигал, да, нишу финансов. Там хорошие деньги, ниша тяжелая. А, допустим, какие-нибудь там интересные истории, там, да, либо какие-нибудь там лайфхаки, там, это просто интересно, весело, там, прям вот, да. Но, как говорит наш один подписчик, я люблю говорить, если бы было так легко, этим бы занимать бы все. И поэтому вот этих каналов в день миллион, ну, я условно цифру, да, а этих десять, ну, тяжелых, потому что все хотят и рыбку съесть, и на велике покататься. Вот не бывает такого, да. Надо понимать, что, что, вот, чем тяжелее вход, тем, а, меньше там конкуренции. Вот это в любом, то есть бизнес в ютюбе то же самое, один к одному. Посмотрите, чем отличается, допустим, я от, а, другого видео маркетолога. Потому что у меня есть своя видео студия. Реальная студия, где есть камеры, где монтажеры, где там свет, пятое, десятое. И мы каждый день делаем какие-то видеоролики. А есть мальчик, который посмотрел там два курса, купил там два курса и тоже стал видеомаркетологом, да. Ну, и какая, то есть с одной стороны мы равны, но с другой стороны он не может делать видеоконтент, он даже не представляет, как это работает. Если к нему придет завтра, то есть для чего он делает? Он к нему приходит клиент и говорит, слушай, мальчик, а давай сделай нам там восемьсот роликов. На тебе вот бюджет, ты хорошо рассказываешь, ты говоришь, хорошо говоришь, ты говоришь там правильно, делай нам восемьсот роликов. Я не хвастаюсь, но мы сейчас делаем одной компанией восемьсот роликов, заказ на восемьсот роликов. Вы представляете, какая-то сумма, а какая должна быть команда, чтобы это все окучиться. И что наш мальчик? Он скажет, я не могу, да ты что вот рассказал, как делать, да делай, мы тебя дадим. А знаете, почему не могу? Потому что студия стоит просто от трехсот тысяч евро. Если у вас нет там хотя бы такой вот начального капитала, то в принципе вся эта история ни о чем, ни о чем. Я не говорю, что я такой архи богатый чувак. Друзья мои, я клянусь, я живу в съемном жилье и езжу на работу на троллейбусе. И когда я зарабатываю там, допустим, какую-нибудь там условную тысячу долларов, я не думаю, как купить мне машину или съездить на Таити, а думаю, как мне купить еще один мощный компьютер. Да, что это, это же там такое ядро будет. Понимаете, я инвестирую, реинвестирую постоянно, да, в свой коллектив, в свою студию, в свое детище, да, чтобы это была наша команда, чтобы ничего не нуждалось. И чтобы мы росли и становились еще лучше и лучше и лучше. Это чувствуется. Понимаете, мне хорошо, и вам хорошо, и команде хорошо. И это штырит. Я понимаю, я реально, я реально знаю, что если у меня будет реально крутая студия и реально крутая команда, то заработать на машину мне это раз. А вот если у меня будет машина, то заработать на жизнь себе, ну, таксистом, наверное, пойду, в Uber Black. Субтитры сделал DimaTorzok